давайте мы с вами уже будем переходить к готовке мы сейчас с вами переключим у меня есть еще одна камера мы сейчас с вами вместе в прямом эфире приготовим вместе блюдо мы сейчас вместе с вами будем делать пасту я вам сейчас расскажу почему я выбираю именно такие макароны кабачочки и что нам где нужно делать и буду все это рассказывать давайте переключим камеру я пока одену фарту буквально секундочку и мы с вами продолжим я кстати говоря смогу отвечать на ваши вопросы потому что у меня телефон говорю потому что у меня подключен микрофончик все здесь есть я буду тоже комментировать то что я делаю вот такая у нас камера здесь у нас получается уже подготовленные ингредиенты и мы сейчас с вами буквально за 10-15 минуток сделаем наше блюдо из понятных ингредиентов давайте буду потихонечку показывать рассказывать у меня здесь сковорода я сразу же включаю чтобы у меня потихонечку нагревалась водичка водичка для макарон поставлю ее чуть рядышком водичку как у нас видно все видно да рецептик можно будет заскринить можно будет тоже заскринить и он вам придет еще дополнительно на электронную почту давайте буду рассказывать что мы с вами будем готовить можно сфотографировать в том числе да я иногда подглядываю в чат чтобы быстренько комментировать что у нас здесь происходит я поставила греться водичку сразу же под макароны объясню почему я выбираю те или иные макароны у меня здесь вот этот вот бренд борила не потому что это реклама потому что действительно хороший бренд и вкусные у них макароны они сделаны из хороших сортов пшеницы и получается так что они их как бы сложнее переварить да то есть и с ними приятнее взаимодействовать они держат форму в общем спагетти вкусные прекрасные если что смотрю как у нас здесь все работает смотрите значит я беру именно тоненькие это не спагетти это называется капеллини почему чисто из-за экономии времени вы можете взять разные макароны абсолютно любой формы поскольку моя задача сейчас показать как мы сделаем это быстро то я беру спагетти тоненькие потому что они готовятся буквально 4 минутки нам не нужно их долго готовить это только для экономии времени в целом это не так критично что у нас здесь есть я разогреваю водичку сейчас буду разрезать нашу курочку кабачок пока в сторону отставлю куриную грудку я взяла у меня здесь цельная и сейчас мы от нее отрежем кусочек чтобы нам было удобно комфортно можно купить сразу же без кости это абсолютно не критично просто чуть более удобно вот такую половиночку я отрежу это пока уберу нам не нужно и соответственно что нам нужно сделать с куриной грудкой а это снять с нее кожицу и мы ее разрежем вдоль пополам то есть это мой любимый принцип приготовления быстрой тоже куриной грудки чтобы мы ее и не пересушили чтобы как раз таки у нас все было самое сочное я просто разрезаю ее на две части вдоль аккуратненько придерживая придавливая и и возьмем такие половиночки одну я тоже уберу потому что нам одна понадобится и одну оставлю немножко сполосну руку и что мы делаем мы добавляем соль и перчик прямо сюда можно с обеих сторон соль и перчик и если есть желание можно добавить сюда немножко либо паприки либо копченой паприки либо чуть-чуть у меня например есть сушеный чесночок прям чуть-чуть это я вам говорю варианты если их нет мы можем оставить просто просто оставить соль и перец если есть варианты мы можем их немножко добавить какие-то специи не кладите специи все сразу кладите понемножку какие-то одни до выберите у меня здесь еще вот паприка пожалуйста прекрасная молотая да тоже ее немножко добавим чтобы у нас курочка пока чуть-чуть прихватилась вместе с солью и перчиком то есть что самое важное в приготовлении курицы сейчас то чтобы мы ее готовили не слишком долго я также разогреваю нашу сковородочку водичка есть у меня уже почти закипела под макароны я ее посолю щедро прям с солью крупной щедро посолить почему фишка варки макарон вообще в любом блюде фишка варки макарон что наша вода должна быть на вкус как морская соль очень сильно соленая прямо как морская соль какое блюдо вы не готовили даже просто макароны с сыром как угодно макароны без ничего на гарнир всегда мы прямо солим воду чтобы она у нас была как морская прям попробовали ложечкой она прям как морская значит мы на верном пути именно так будет у нас хороший результат и макароны будут вкусные сами по себе это самая частая ошибка в приготовлении макарон который мы совершаем и важно ее тоже нивелировать для приготовления курицы я сначала разогреваю сковородочку прямо на огне выше среднего если плита у вас не слишком сильное можно прямо на максимум грудку кстати вот спрашивает грудку мыть не надо а есть такой момент что курицу если она выглядит у нас хорошо без слизи и без неприятного запаха без подобных вещей мы можем не мыть курицу а просто протереть ее влажной салфеткой или бумажной если это требуется но на самом деле мытье курица не спасает от каких бы то ни было бактерий поэтому если на ней нет видимых загрязнений или слизи курицу не обязательно мыть вот такой вот лайфхак специи на курицы не подгорят спрашивать елизавета если они у нас мелкие они не подгорят если они будут крупные то такая вероятность у нас есть я жду пока чуть-чуть у нас разогреется и выкладываю нашу куриную грудку прямо сюда можно добавить чуть масла если вдруг его недостаточно и наша задача обжарить мы будем делать это довольно быстро с долго мы жарить не будем чтобы у нас как раз таки сохранилась та самая сочность внутри с одной стороны минутки буквально три с другой стороны тоже минутки три видите я делаю все это поочередно пока уберу грязную доску из-под курицы и возьму чистую новую где у нас сейчас будет нарезаться наш кабачок то есть я отдельно обжарю видите я не сделала так что у нас будет и курица вместе и кабачок вместе и помидорки черри вместе нет мы делаем это немножко по отдельности для того чтобы у нас каждый ингредиент мог обжариться нет макароны не будут пересоленные макароны не будут пересоленные они как раз таки будут вкусные они будут насыщенные они будут приятные попробуйте один раз и вы приятно удивитесь насколько вкуснее станет ваше блюдо с макаронами если вы их хорошенько посолите пока мы жарим можно смотреть чтобы у нас процесс шел хорошо огонек у меня выше среднего и потихонечку продолжаем поджаривать нашу грудку и мы стараемся сделать так чтобы у нас было это все параллельно то есть и курица параллельно и макароны и овощи и тогда у нас блюдо готовится будет быстро то есть если мы делаем параллельно какие-то моменты пока готовим пишет олеся я не могу не мыть курицу мойте на здоровье здесь нет такого знаете жесткого правила типа если помыла плохо или не помыла плохо вы можете сделать и так и так вы должны знать что у вас просто есть эта вариация такая у нас красивая курочка перчик сверху и также с другой стороны дадим немножко ей времени огонь у меня средний сделала чуть-чуть поменьше и продолжаем потихонечку обжаривать сколько соли нужно очень сложно сказать по поводу соли для воды потому что мы каждый раз можем налить разное количество воды обычно говорят столовая ложка крупной соли на литр но вы можете пробовать прямо на вкус эту водичку чтобы она у вас была соленой курочку продолжаем жарить я пока нарежу наш цукини у меня есть вот такой вот цукини нарежу на четвертиночки мы можем здесь варьировать какого у нас будет размера может быть чуть побольше чуть поменьше как вам больше нравится тоже нарежем на четвертинки курочка как раз ароматная пахнет чесночком которым мы немножко посыпали помидорки черри я порежу тоже пополам и опять же сейчас когда буду обжаривать овощи я не буду и закидывать все вместе немножко буду в разном порядке это делать такая маленькая помидорка милашная и смотрим как у нас дела у курицы когда тоже будете готовить уже там не первый раз там уже какой-то очередной уже будете примерно понимать на ощупь по курочке когда она готова у нас почти готова ваш тайминг будет примерно от 6 до ну максимум 10 минут обычно это 6-8 минут для такого кусочка куриной грудки больше ему не требуется для того чтобы проверить насколько она у нас будет прожарена внутри можно будет потом просто разрезать и убедиться что там нету розовых частей и вы несколько раз так сделаете и уже навостритесь будете понимать когда у нас все готово поэтому с этим не переживайте несколько раз попробуйте будет все точно получаться спрашивает вопрос если нельзя жареное то вы можете делать в духовке например подобные блюда делать духовке либо делать отваривать например в воде конечно вкус уже будет не совсем такой потому что обжаривание все-таки дает нам эффект но если уж совсем никак нельзя то можно поступить и подобным образом все мы можем выкладывать пока нашу курицу сюда если нужно мы можем протереть нашу сковородку чтобы у нас она была чистая если там какие-то подгоревшие частички что-то подобное мы можем просто протереть чтобы дальше готовить и теперь у нас вход идут кабачки я делаю огонек средний чуть-чуть масла можно сказать использовать кокосовое масло можно использовать обычное рафинированное подсолнечное главное чтобы все масло было рафинированное без запахов немножко обжарим кабачки чуть-чуть добавим соли тоже еще один момент каждый ингредиент потихонечку солить почему это важно потому что каждый ингредиент таким образом у нас приобретает свой вкус чуть-чуть буквально щепотку я использую соль морскую всегда потому что она более деликатная мне проще ее дозировать и у меня не получается с ней пересоленности потому что она не такая ядерная то есть каменная соль она прям вот поприличнее поядреннее поэтому я использую более деликатно кабачки потихонечку обжариваем тоже несколько минут буквально и у меня закипает вода можно будет сейчас положить наши макарошки которые варятся буквально 4 минутки совершенно недолго видите даже у меня маленькая емкость обычно говорят варите пасту именно в большой воде все верно но чтобы у нас поместилась в кадр я взяла маленькую ничего страшного даже здесь у нас сейчас все будет получаться посмотрим чтобы у нас кабачки обжарили с другой стороны тоже постараемся перевернуть при таком способе мы как раз таки не переготавливаем наши овощи они у нас получаются более приятные с приятной ноткой свежести с чуть-чуть хрустинкой то есть более такие их даже жевать знаете приятнее чем те которые у нас уже приготовились и стали совершенно такие размокшие и вялые видите макарошки туда раз и у нас быстренько сами уехали все как нам нужно теперь я добавляю прямо сюда помидоры тоже дадим чуть-чуть времени несколько минуток чтобы они у нас немножечко прихватились отвечу на вопрос почему нельзя масло с запахом потому что когда мы жарим на масле запахом она как раз таки быстрее у нас может перейти в ненужные нам канцерогены и вредные вещества тех которые так все пугают что жарить нельзя это происходит именно с маслом которые не рафинированная потому что она имеет другую точку дымления то есть другой процесс если мы берем рафинированное масло на нем жарить можно намного смелее с ним ничего не будет происходить потому что в процессе жарки здесь мы не доходим до такой температуры на которой рафинированное масло будет издавать какие-то уже неприятные ароматы вкусы или вредные вещества сделаю огонек чуть поменьше и добавлю немножко рубленого чесночка чтобы тоже он прихватился немножко чеснок тоже не нужно пережаривать передерживать чуть-чуть буквально тоже 2 там 3 минутки и ему будет достаточно можем положить сюда с краешку грудку чтобы она была тепленькая у нас огонек я уже сделала минимальный прям на единичку поставлю чтобы чуть-чуть сохранялось тепло и сейчас мы прям сюда сможем выложить наши макарошки которые к этому времени сварились если мы берем другие макароны ничего страшного тоже можно просто время варки будет чуть-чуть другим еще чуть-чуть нужным времени кстати говоря добавлять в варку макарон например масло при варке либо промывать макароны не имеет всегда необходимости то есть добавление масла не спасет нас от склеивания склеивание нас спасет помешивание поэтому если варите макароны просто нужно их помешивать особенно в самом начале тогда ничего не будет у нас склеиваться а если мы говорим про масло в воду для варки макарон она как бы ну практического смысла особого не имеет поэтому это не обязательно пока отставлю в стороночку наши овощи и дам еще минутку на макароны пока отвечу на ваши вопросы масло кхи тоже можно брать конечно конечно можно можно ли вместо черри порезать томаты конечно можно макароны я перемешивала один разок не критично то есть прям вот если они у вас реально слипаются тогда нужно мешать обычно я варю у меня макароны не слипаются вот по поводу подсолнечного масла в воду я уже добавила кажется что пища будет сырой и недоваренной кажется что пища будет сырой и недоваренной смотрите например у овощей вообще нет такого понятия как то что их нельзя есть сырыми то есть все овощи можем реально есть сырыми поэтому у них нет степени такого что типа ой мы не доготовили и это как-то вредно например да в случае с курицей и мясом мы доводим до нужной температуры чтобы это у нас было готовым продуктом если есть желание можно держать допустим чуть подольше еще на пару минут подольше ну прямо чтобы вообще наверняка когда вы разрезаете какой-то кусочек допустим курицы и там нету розового это значит что мы все сделали правильно и дополнительного времени дополнительной прожарки здесь не требуется то есть она достигла этого момента все дальше как бы но не нужно еще полчаса ждать например чтобы точно она прожарилась то есть как только цвет поменялся мы достигли нужной температуры это самое главное я открыла еще сырочек альметто вот такой самый обычный тоже добавлю буквально ложечку сейчас к макаронам а просто для сливочного вкуса тоже можно это сделать давайте проверим как у нас здесь макароны почти что готовы и я прям вытаскиваю макароны прямо из воды в нашу сковородку сейчас я курицу отсюда вытащу чтобы она мне не мешала курочку пока отставим и прямо сюда выкладываю наши макароны то есть даже не обязательно сливать из них воду можно делать это так опять же экономит время можно слить ничего страшного можно сделать и так и так я не рекомендую промывать макароны особенно если вы готовите пасту с соусом почему потому что тот крахмал который есть у нас на наших макаронах он как раз таки нам на пользу чтобы у нас образовался небольшой соус который обволакивает именно макароны поэтому когда мы их промываем получается что все обволакивание у нас закончилось смылось вместе с водой чтобы этого не происходило лучше их не промывать я снова включу мою сковороду и добавлю сюда буквально немножко сливочного сыра самого обычного чуть-чуть это может быть кстати разный сыр не обязательно такой может быть такой может быть фета может быть твердый сыр какой вам нравится это будет дополнительный акцент давать здесь я добавляю немножко для именно нежности и просто все это дополнительно еще раз перемешаем макароны если покупаете из твердых сортов пшеницы просто варим с инструкцией на упаковке то есть не нужно варить дольше стараемся прямо вытащить в моменте чтобы они у нас не переготовились и примерно вот такая у нас получается история с макаронами чуть-чуть сливочного чуть-чуть у нас овощей да все это перемешали сейчас уже будем выкладывать на тарелку и давайте нарежем курочку нашу дольками нарежем просто ее дольками она как раз таки у нас приготовилась потихонечку и все вот это сейчас мы выложим на тарелку мы можем кстати говоря кусочки курицы например покидать прямо сюда так тоже можно и еще раз это все перемешать прогреть для пущей уверенности кладем прямо посередине макароны опять же могут быть у нас здесь любые разные просто я люблю вот такие тоненькие но на самом деле могут быть разные какие вам больше по душе кладем сюда наши овощи и сверху будем выкладывать прямо курочку сейчас покажу вам поближе уберу лишнее что нам уже здесь не нужно и покажу немножечко кусочек отпал если у нас нам хочется сделать красивую сервировку мы можем сделать это все по центру если куда-то что-то упало можно просто протереть немножко бумажкой и все у нас будет снова красиво то есть подобным образом можем выложить курочку чуть чуть добавить сверху перца и у нас вот такое симпатичное прекрасное блюдо можно также положить еще свежие помидоры черри если они у нас есть например да и давайте посмотрим что у нас здесь получилось вот таким вот образом вот такая получилась курочка с пастой и с овощами немножко сливочная приятная по текстуре и по вкусу быстро приготовили не знаю сколько прошло ну 15 минут максимум 15 максимум вот соответственно можем посмотреть наши кусочки курицы что они у нас внутри прожаренные вот так вот видно да нет у нас внутри ничего розового если вдруг вы разрезали и поняли что она внутри розовая мы просто можем положить ее на буквально еще две минутки на сковороду то есть вы когда первый раз будете готовить может такое случиться если вдруг это так просто положили и доготовили еще две минутки на следующий раз вы будете точно знать что у вас тайминг вот такой и тогда все получается то есть варьируем от 6 до 8-10 минут ну в самом большом варианте давайте я вернусь к нам сейчас за стол прочитаю комментарии которые были и дополнительно отвечу еще на то что осталось без ответа Елизавета пишет очень переживаю за макароны которые остались в кастрюле я просто не выложила потому что мне хватило для того чтобы показать вам блюда то есть они просто там остались потому что они сейчас не нужны мне для блюда на самом деле обычно я все это вытаскиваю а про задачи сейчас показать поэтому то что там осталось это осталось вот Вот, давайте я пройдусь по вопросикам, по вопросикам, давайте, кабачки сок, немножко дают кабачки сок, ага, неслипаемость макарон, смотрите, макароны действительно могут слипаться, если мы хотим, чтобы они не слипались, мы должны добавить в них немножко масла, уже в момент, когда мы вытащили их из воды, например, сливочного, какого-то еще, какое вам нравится масло, может быть там, не знаю, кунжутное, почему-то мне пришло в голову, кокосовое, рафинированное масло кхи, какое-то масло, которое вам нравится, и перемешать, вообще, конечно, макароны нужно есть сразу, такой продукт, который не терпит времени, поэтому действительно они могут слипаться в процессе остывания, это для них нормальный вариант, поэтому, если вы хотите, чтобы они не сливались, не слипались, ешьте их сразу же. Угу. Какие еще были вопросы? Очень аппетитно, прекрасно, прекрасно, я рада. Да, филе грудки индейки можно готовить так же, если мы нарезаем их таким же, такой же толщиной. А масло авокадо для приготовления тоже можно, вермишель надо промывать, я вообще никакие макароны не промываю, я всегда делаю так, как я показала сейчас, я достаю их оттуда, кладу либо в тарелку, либо в блюдо, добавляю масло, если нужно, и сразу их ем. Макароны, это не то, что я готовлю впрок, потому что они готовятся вот реально 5 минут, вот эти вот капеллини или вермишель, та же самая, 5 минут готовятся, и зато они с пылу, с жару, теплые, не слипшиеся, красивые, поэтому я это делаю перед едой. Так. Какие еще вопросы? Я тут старалась отвечать, пока мы готовили. Кожицу с кабачка снимать не обязательно, если она у вас прям очень жесткая, вы можете это сделать, но это не критично, овощи можно есть и с кожурой. Обычный кабачок использовать можно, у меня тоже здесь есть обычный, его тоже можно использовать. Кстати говоря, можно еще добавить болгарский перчик, помимо тех овощей, которые мы добавили, можно еще добавить перчик, можно добавить брокколи, то есть у вас могут быть вариативные всякие ингредиенты, можно взять маленькую пасту, такую какую-нибудь маленькую, не знаю, колечки, шайбочки, то есть для интереса, для разнообразия. Вот, по вопросикам вроде как прошлись, давайте продолжать. Еще раз показываю наш рецепт, мы взяли тонкие спагетти для экономии времени, мы взяли обычную куриную грудку, цукини, томаты черри, сыр сливочный, либо сыр какой-то еще. У меня, кстати, там был пармезан, можно будет еще немножко сверху натереть пармезан, я пока вам рассказывала про грудку, забыла натереть пармезан, но на самом деле сверху еще можно чуть протереть пармезана и уже для подачи на стол, чтобы было еще больше вкусов. Обязательно, если будете дома готовить, это сделайте. И лимончик для декора по желанию можно тоже положить сверху, если хочется. Напишите, пожалуйста, еще понравился ли вам рецепт, если да, поставьте, пожалуйста, плюс, я пока глотну водички. Поставьте плюс и, пожалуйста, напишите мне, какие вообще продукты у вас лежат в холодильнике. Вот типа у меня лежит там кабачок, грибы, я не знаю, рис, хлеб. В таком духе напишите, мне интересно, что у вас лежит, и может быть я прокомментирую, сразу же скажу, как это можно замиксовать. Прикольно, чтобы у вас были какие-то новые сочетания, допустим, да? Продолжение следует... Продолжение следует...